Петербуржцы смогут сверять время под революционному хронометру. Часы на фасаде Нахимовского училища ожили после двух десятилетий простоя. Часы на фасаде Нахимовского училища установили в 1912 году и за свою больше чем вековую историю они повидали многое. Выстрел Авроры, революцию, блокаду, перестройку. В разгар 90-х стрелки хронометра фирмы Фридрих Винтер сделали свой последний оборот и замерли на долгие 20 лет. Как человек, который всю жизнь прослужил на кораблях, я понимаю, что на корабле должно работать все. Каждый винтик, каждая деталь, каждый механизм. И вот эти часы долгое время не давало мне спокойствия, спокойствия жить, потому что механизмы должны все крутиться. Символично, что сигналом для запуска часов стал полуденный залп с Петропавловской крепости. Специалистов, способных оживить хронометр, искали по всей стране, а нашли по соседству. Восстановлением механизма занялся хранитель курантов Петропавловского собора. Реставрация продлилась два месяца. Первое, что бросается в глаза при взгляде на механизм, его скромные размеры. Устройство чем-то напоминает швейную машинку, но свою работу делает исправно. Каждый час гиль противовеса подтягивает электродвигатель. И, по сути, это единственное, что в этих часах пришлось менять. Сам механизм, по словам мастера, был в практически идеальном состоянии. Вот только изучать его пришлось до последнего винтика. Чертежи устройства за прошедший век оказались утрачены. Любой механизм – это организм с кучей деталей, которые взаимодействуют друг с другом и все взаимосвязаны. И при выходе даже одной какой-то из строя все приходит в негодность. Больше века назад запуск курантов стал одним из первых событий в жизни только что открытого военно-морского училища. Сегодня их повторный пуск Нахимовцы тоже считают точкой начала отсчета уже новой истории учебного заведения. В Министерстве обороны принято решение – Нахимовка будет расширяться. Два филиала училища уже появились во Владивостоке и в Севастополе. В ближайшее время должен заработать третий в Мурманске.